Всем доброе утро! Немного о погоде, которая сегодня серая, но душная. На улице душно, но я все равно, ну как душно для осени, скажем так. Кто-то разговаривает. Кто там, Чарли? Пойдем посмотрим. Я сегодня в своих кроссовках. Я их надевала уже пару раз. Кстати, это кроссовки, они не очень удобные. Ну как, я понимаю, не кроссовки, это что-то удобное, что-то такое. Вот. Но, естественно, не для ходьбы, не занятия спорта. Так что, вот так. Кстати, судя по часам, я сегодня проспала 8 часов 20 минут. Каледат, каледат, то есть... В общем, хорошо поспала. А сейчас идем хорошо поработать. Сегодня пятница. Будем работать. Когда пасмурно, всегда как-то почему-то тише на улице. Не знаю. И голуби везде все обосрали. Кругу. Вам так не кажется, что вот когда пасмурно, всегда как-то тише на улице? Или потому что ветра нету? Даже не знаю. Мне тут краски привезли разные. А в подарок всегда везут ну вот такие, чтобы для покрашивания. Только у меня раньше были вот такие. Коробка. Они вот такие. А эти какие-то, смотрите, они био. Надо же. Что только не придумают. Как бы это все открыть. Био. Какие-то био. Удобно вот с такими. Покрашиваю людей и выбросил их. Не надо заморачиваться. Видишь, какие интересные. Ну да, какой-то пластик совсем другой. Интересно. 50 штук. Будем пользоваться. Там работаю потихонечку. Бабушки мои сидят. Одна сушит голову, вторая ждет покраску. А я сейчас буду раскладывать красочки. Вот такие у меня красочки. В этот раз мало заказала. Пока хватит. Сейчас буду делать грудку на гриле. Достану разные специи. Так вот. Ой, осаду или просто у меня есть. Так, нет, уже нет. Для курицы у меня, по-моему, уже закончилось, что ли, да? А нет. Вот, есть для курицы просто. Осаду как-то не очень хочется. Чесночком, перчиком, солью все это и на гриле будет. Вкусняшка с салатиком и с баклажан. Ням-ням-ням. Пробуем арбуз. Что там с ним? Всегда, знаете, как сюрприз какой-то. Зараза. Ух ты. Сам даже открывается. Видели? Ммм. Выглядит шикарно. Да, выглядит шикарно. Будем пробовать на вкус. Струляет. Ммм. Настоящий. Ммм. Вкусный. Ммм. Обалденный. Ммм. Ммм. Кукрышку никак не выброшу. Ммм. 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 Очень вкусный. Ммм. С моей курицей. Ммм. Тоже аппетитно выглядит. Я сегодня что-то такая думала, знаете, закрыла на замок парикмахерскую все дела. Потом вспомнила, что сегодня пятница. Мне еще сегодня возвращаться туда. А я уже все отработала. Ой, блин. Сегодня дождик даже покапал немного. Пришлось свой зонтик отдать клиентке. Как же она пойдет? Они смеются такие. А ты, а ты, как же? Я говорю, ну моей прическе не грозит. Ха-ха, дождик. Поэтому говорю, я себе долг себя не укладывала, а берите на здоровье. Он там, господи, покапал две капельки. И усем. Ммм. Как вам моя курочка? Вкусняцкая? Конечно. Вот, обед готов. Конечно, можно было бы это выложить в отдельную пиалочку, чтобы все красиво. Но мы же не для инстаграма, правильно? В жизни-то мы как из сковородки едим, из кастрюли едим. Да. Ну, вы знаете, для меня это чревато последствиями. Сковородки я не ем, потому что я могу целую сковородку сожрать. Там не контролируешь, сколько ты ешь. На тарелку положил, вроде бы, и нормально. Что съел, то съел. Никогда не хожу за добавкой. А у меня ее, в принципе, нет. Научилась готовить для двоих. Ну, остается, знаете, для двоих и еще одна порция. Для троих. Потому что всегда остается. Так что, а что, в России ели... Что у меня там изо рта льется? Ай! Икра заморская, баклажанная. Вот, из сковородки ели, и было очень вкусно. А вы ели из сковородки? Вообще, знаете, как-то скучно. Комментарии мне не пишите. Как не залезу, даже отвечать некому. Разговариваю в никуда. Даже пообщаться не с кем. Вы что, такие неактивные? Осень, что ли? Пишите, давайте. Давайте будем общаться. Шутка. Хотите, пишите. Хотите, не пишите. Ну, скучно, скучно. Кстати, в итоге купила себе вот такой цикорий. Никогда его не пила. Ну, может, пила когда в детстве или не знаю. В общем, не знаю. А это чай себе завариваю. Такой натуральный. Смотрите, а вы так умеете спарковаться? Не переживайте, у него все сзади полно место. Профиль 100. Я сегодня с утра здесь парковалась. И сейчас после обеда тоже там припарковалась. Мое место, что ли. Можно было, конечно, вперед сдать немного. А зачем? Погода такая вообще. Я уже белье сняла. Так, время у нас. Время у нас уже идти на работу. Поэтому пойду вот здесь. Все равно после работы хочу с Чарли прогуляться по набережной. Смотрите. Видите, какой-то туман, дымка, непонятно что. Но духотища. Белье сняла. Потому что у меня там спортивная одежда. Она уже высохла. Думаю, нафиг от греха подальше. Чтобы потом сумку уже собрала, в принципе. Поэтому... Поэтому приеду только, заберу сумку и пойду в спортзал. Видите, как у нас тут ездит. Тютелька в тютельку. Тютелька в тютельку. Неправильно въедешь и все. И капсдец. А вообще, состояние такое поспать. В такую погоду только, блин, спать. Мне прям глаза закрываются. Вот этот постоянно течет. Прям это, слезится. В общем, погода не погода. Такая тишина. Прям вообще. Посмотрим, что там на море творится. Хорошо, наверное, на море. Просто так посидеть, покупаться. Вода, наверное, хорошая. Ну, естественно, не позагорать. Тепло, хорошо. Наложила в штаны. Здесь у меня телефон. Здесь ключи. Иду теперь и с меня спадают штаны. Я просто сумки не люблю. Ну, что я сумку на прогулку пойду? Она как-то не мешает. И поэтому в карманы все положила. Они, блин, теперь иду в штаны поддерживаю. Чтобы они не сваливались с меня. А еще, смотрите, видите? Не знаю, видно вам или нет вот эти полоски. Думаю, что за фигня? Откуда эти полоски? И знаете, что такое от ремня безопасности? Потому что, думаю, что-то с этой стороны прям явно видно. Видите? А с этой не очень. Конечно, она же идет ремень безопасности вот так вот. И сюда, в общем, трется. Нифига себе вообще. У кого-нибудь бывает такое? Вот я только на этих штанах такое заметила. Странно как-то. Ну, да, ладно. Что теперь поделаешь? Ничего не поделаешь. Да, Чарли? Ты рад? Так, нам нужно быстренько пройти. Потому что время поджимает. Пока до дома доехать. Пока до 10 минут мне потом еще идти до спортзала. В общем, надо все успеть. Поехали. Поехали. Пока. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Носочки мои Такая духотища Спать глаза закрываются Я платьишко взяла, чтобы потом переодеть Я сегодня в сауну пойду, попарю свои косточки Сегодня день релаксовый Скажем так, сначала у меня сумба, точнее сначала я на дорожке хожу, где-то минут 20 на дорожке хожу быстрым шагом, а вчера нет, вчера все дорожки были заняты на каком-то тренажере ходила даже не знаю, что это за тренажер такой, в общем ходила, ходила, но я их не очень люблю Вот минут 20 на тренажере, потом на сумба, потом на сауна, в общем релаксну сегодня Чарли дома останется Только домой пришла, вся еще мокрая, на улице так жарко у нас, прям не знаю, даже не похолодало ни капельки Я, кстати, а сейчас Рэй муж себе сделаю на ночь, потому что время уже 10 час, есть я, естественно, ничего не буду, даже фрок, потому что очень поздно В общем, вчера, представляете Муж, значит, поехал там по делам, ну и рабочая машина у них сломалась, и он говорит, мы поедем на моей, я говорю, ну еще и твоя еще сломается Ну, так пошутили, поговорили, потом приходит, значит, дай с людьми пообщаться Все, поцеловался Поцеловался моя рыба сладкая такая, сладкий В общем, приходит вечером уже поздно и говорит, такой смотрит, говорит Все, как ты говорила, я уже и забыла, а что я говорила, говорю, а что я говорила-то Про машину, я говорю, сломалась Нет, я говорю, а что Впендюрились, представляете, вы в него впендюрились В общем, ехал по кругу И молодой парень какой-то хотел заехать, в общем, ну, знаете, они бывают молодые, шустрые, типа И они думают, что они цари и короли дорог Но не тут-то было, в общем, он в него влетел Влетел в две двери сразу Ну, в общем, там по страховке Он говорит, только полицию не вызывайте, ля-ля-ля, ты-поля Потому что полиция, там еще штраф 100 евро, по-моему, да Нужно платить А вот, ну, все сделали полюбовно, там Страховка, естественно, у всех есть И, в общем, вот так Не, машина ездит, все с ней нормально, но Титик улегся вообще Так улегся, классно, смотрите Ой, димой, алюба Только ты же целовала бы Не буду сильно про него говорить, а то сейчас опять на меня нападет В общем, представляете, вот такая вот у него авария была Хорошо, что хоть все живы-здоровы Ну, видимо, не сильно он все-таки ехал раз это ничего не случилось, в общем ну, конечно, двери, муж говорит, что двери, не знаю поменяют, не поменяют или что там в общем, посмотрим, поживем, увидим буду вас держать в курсе дел я, правда, сама еще не видела, а сегодня внизу, ну, вот я снизу только смотрела, нормально все задвигается ну, естественно, если ты впендюрился там и дверь помята, то надо ее как-то делать, как-то ремонтировать тем более, если все страховка выплачивает, то почему бы нет, у меня вчера, у меня вот в Lidl я покупала вот такой вот термометр вот, и я думала, что все дело в этих батарейках, что он что-то мне не работает и показывает постоянно эррор, эрор, эрор то есть ошибка я попробовала все батарейки у меня вот такие новые были, говорю, вдруг они не подходят или что, вот такие вот, которые заряжаются, тоже пыталась поставить все равно ничего не подходит, эрор, эрор эрор, в общем, представляете я им почти пользоваться-то не пользовалась в Lidl покупала но он как-то мне не особо нравился потому что как-то показывала непонятно, я люблю такие ртутные, знаете, старинные которые, но они сейчас запрещены их нигде не найдешь днем с огнем вот, продажи их нету но они запрещены вот, они запрещены и приходится покупать вот эти вот дурацкие электронные которые не поймешь, как показывают там и в ухо, в ухо запихаешь там 39, на лоб запихаешь там 38 а болеть вроде ты нифига не болеешь в общем, я их не понимаю эти термометры ну, если уж муж поставит, что вообще у него 37,1, все, знаете вот, я правда умираю 37,1 и все ааа, у меня температура а если я ему скажу у меня там 38 ааа, ничего страшного так всегда, так обидно поэтому я даже и не говорю когда что-то болит вот, и вот эти термометры какой-то какашка ти какашка, я какак пойду себе ройбыш ставить и буду с вами прощаться до завтра завтра у нас суббота ой, кое-что намечается завтра, кстати так что будьте в курсе событий подписывайтесь пишите, комментарии пишите, дорогие друзья будем с вами общаться я тут-то вот, а то что-то вы совсем про меня забыли и кое-куда собираюсь после работы, так что не разбегайтесь приятных вам выходных всего самого наилучшего и всем пока-пока пока-пока пока-пока